что такое русская кухня и что такое русские застольные традиции мы сейчас не только восстанавливаем возрождаем традиции скажем застольные праздничные русской кухни 19 века но и с огромным удовольствием вспоминаем советские праздничные традиции и определенная ностальгия по советским продуктам это кстати очень большая тема по советским брендам она присутствует и она правит миром вы знаете что на современном российском рынке порядка трех тысяч советских брендов восстановлено зарегистрированы ну я имею ввиду там вологодское масло или те же самые пельмени там советских пачках не был в чем разрыв между традициями русской кухни в 19 и 20 века но естественно 19 век все-таки это еще не индустриальное общество это аграрное общество да это очень сильный всплеск русских кулинарных кухонных традиций среди купечества трактиров если в ресторанах у дворян продолжали господствовать французские традиции французские повара то уж купцы возьмите знаменитый трактир тестова вот как раз где была гостиница москва вот к тестову ездили есть блины русские настоящие ноздреватые дрожжевые блины которые поливались там и маслом и сметанами и луком и крови это да это целая традиция была там были 12-этажные кулебяки то есть в 12 этажей и туда ездили купцы и они сидели там часами они сидели часами у каждого было свое место знаменита кулинарная книга малаховец над которой когда-то в советские времена шутили смеялись к если к вам пришли гости а вам подать нечего на стол спуститесь в погреб отрежьте от говяжьей значит ноги окорок возьмите там 2 дюжины яиц там это и быстро что-нибудь начните готовить для советских времен конечно при том дефиците в 80-х годах это звучало как вызов значит а вот 20 век это индустриальная эпоха это общепит и вот отцом общепита и вообще советских кулинарных традиций был легендарный анастас микоян вот тот самый нарком пищевой промышленности которого сталин в тридцатые годы послал в командировку в америку а поскольку микоян боялся своей жены и сталин хорошо знал жену микояна и сказал что вот есть фиксирует вы меня отправлять в командировку америку а как же значит жена все старикался вместе с ней поедешь все все нормально и микоян провел три месяца в америке это были насыщеннейшие месяцы он буквально все что мог посмотреть попробовать и откушать ездил америку все привез и в результате поездки микояна вот те самые советские котлеты которые в действительности это не котлеты но если мы говорим и европейским языком они появились из америки это та самая начинка в гамбургерах которая так поразила микояна он немедленно заказал машины для массового производства вот этих вот котлет оттуда микоян привез так любимая всеми моим поколением советское мороженое но это из америки привез микоян там же значит вот технологии массового производства и вы знаете значит вплоть до 60-х годов микоян лично отслеживал значит госты это были жесточайшие госты по мороженым не грамма там никакие какие добавки только натуральные продукты только отборные только все занимался микоян советский майонез да кто не помнит советский майонез в этих вот баночках провансаль это тоже привезено микояном из америки значит диетическая кухня которая так была распространена кстати в школах вот в детских садах это кстати еврейская кухня это традиции еврейской кухни но это тоже благодаря анастасу микояна благодаря анастасу микояна появилась и советское шампанское тогда в тридцатые годы стал вопрос о том как рабочий класс даже если чувствует гордость за свое существование должны уметь наслаждаться то привела советское шампанское специально были запущены заводы для того чтобы все советские граждане могли а не только господа когда каждый советский человек мы взять и купить это шампанское это у нас закусывает шампанское конфетами но у нас прихи принято шампанское защита сорти там и так далее вот особенно к праздничному столу тогда как в европе вообще-то шампанское принято закусывать на примере редисом который кстати оттеняет вкус сухого шампанского но совсем не конфетами которые портят вкус и не дают наслаждаться этим вином безусловно мы говорим о знаменитых то то что сейчас называется русский салат оливье да или винегрет застолью без этого советская кухня не обходилась ни одна все это готовилась тазиками и сейчас готовится кстати изобретение французских поваров в москве салат оливье также как и соус майонез был изобретен французскими поварами это вообще отдельная традиция кухни вот если в 19 веке основа русской кухни русских блюд задавалась русской печи уникальным агрегатом которая была и даже в городах в господских домах ну естественно не в главных залах и так далее но были русские печи это уникальный агрегат именно русская печь потому что с открытой топкой с открытым очагом благодаря уникальной конструкции русской печи в нем достигалась вот такая температура 220-230 градусов когда можно было выпекать хлеб но на печи и спали на печи и отогревались по мере ее остывания и например на вольном жару это в рецептурных справочниках 19 века можете прочитать вольный жар это когда уже печь совсем остыла а камень печной кирпичи они сохраняют вот это вот тепло делались такие уникальные сладости которые забыты были после революции как знаменитая русская пастила она не имеет ничего общего с теми брусками которые продают у нас в магазинах потому что это называется французский зефир именно французы стащив у нас рецепт русской нашей пастилы яблочные пастилы знаменитые они добавляли туда агары и так далее вот изобрели вот этот зефир а настоящая пастила это взбитое в пену антоновское яблоки запеченные в русской печи вот пюре она взбивалась несколько суток а потом на постелалась на определенные рамки такие ольховы и на вольном жару в русской печи подсыхала и получается такие вот эти с чистого яблока бисквитики сейчас восстановили в коломне производство коломенской пастилы но вот эту самую белопенную пастилу подавали и царям и на знаменитой выставке парижа тринадцатом году она занимала все золотые медали застольные традиции в россии это безусловно соленья особый тип соленья или вот консервации овощей и фруктов это мочение вот не распространено в европе или очень мало известно есть определенные русские сорта специально русские северные сорта например знаменитый антоновское яблоко гречка самое лучшее гарнир к поросенку клещу это знаменитые русские рецепты русский лещ с кашей это гречневая каша которая в европе называется сарацинское зерно но такого распространения как в россии дни в европе не в америке гречка не имеет настоящие русские блины кстати это обязательно смесь пропорции гречневой муки и пшеничной муки вот это и были классические как утверждает то же самое малаховец русские блины рецепт который тоже неизвестен а в европе так далее к ним естественно к блинам это мед мед естественно гречишный один из самых лучших там или по вы тоже неизвестны на этом сам значит как-то одни кулинары известная кулинар пожалуйста они сделали экспресс-опрос среди молодежи что вы относите к русской кухне вот что вызывает туда попали все даже картофель фри попали ну чипсы так и так далее но я думаю что россия сама переварила столько кулинарных традиций вот ну в себе и сохранила безусловно такие уникальные и блюда и на специалитеты и продукты что русская кухня и русская застолье это устойчивый действительно феномен достойный международного и мирового признания и она свое в конце концов получит